Вадима, что справедливость, она имеет две стороны. Она имеет как положительное воздаяние, так и отрицательное. То есть, когда человек нам сделал что-то плохо, да, есть определенная справедливость. Но есть, когда человек сделал что-то хорошее. Ну, например, работник на вашем предприятии, он сделал хорошие, правильные вещи. Вы должны его как-то по справедливости вознаградить или нет? Тоже есть определенная справедливость не только в отрицательных вещах, но и положительных. Но, вот что мне хочется добавить к Вадиму, что мы должны понимать, что сама справедливость – это качество Бога. Справедливость отражает святость. И мы читаем об этом в Библии, что Бог, в Которого мы верим, Он справедливый. И очень часто мы думаем, что милость, она оказывается нам как даром. Нам она оказывается даром, это правда. Но за милость была заплачена цена. То есть, кто-то заплатил цену. Вот сегодня читали мы этот текст. Один был должен другому большую сумму. И он просит его, прости мне. И тот что делает? Прощает в убыто кому? Себе. То есть, когда мы оказываем милость, мы всегда должны быть готовы к убытку себе. Мы должны быть готовы к жертве. Вот в чем заключается справедливость Божья и Его милость? Бог, если бы Бог не был справедливым, я бы не хотел верить в такого Бога. Но Бог наш справедливый. И смотрите, как была оказана милость. Он по справедливости должен был за грехи осудить всех людей. И если бы Он просто пришел вот так и сказал, ну, а я вас всех прощаю. Было бы ли это справедливо? Ну, было бы это справедливо? Это не было бы справедливо. Ну, мы понимаем, что если судья, который судит, вот в наших судах, и Он просто всех преступников, убийц, грабителей, просто всех отпускает. Было бы это справедливо? Мы бы сказали, какой справедливый судья? Нет. Нет. Но наш Бог справедливый. Как Он нас помиловал? Как Он нас освободил от суда? Жертва. Он сказал, по справедливости должен кто-то пострадать. По справедливости должен кто-то понести наказание. И Он говорит, я отдам своего сына. Я окажу вам милость. Я Бог справедливый, но я хочу оказать вам милость. По справедливости за наши грехи, или за ваши грехи, вы должны терпеть наказание. Но я не хочу, чтобы вы были наказуемы. Я хочу вас помиловать. Но так как я Бог справедливый, тогда я отдаю в жертву, за вместо вас понесет наказание мой сын, святой, непорочный, чистый, совершенный. И так была оказана нам милость. Когда мы стоим на пороге оказания милости, мы всегда должны быть готовы к жертве. Мы всегда должны быть готовы к прощению и к потере. Потому что если брат вдруг здесь на парковке вон чью-то машину бьет, ударил машину чью-то, разбил, и ты вдруг хочешь, ты скажешь так, ну-ка верни мне за машину, ты мне бампер помял, там пять тысяч стоит. Это справедливо будет. И я вам подержу, скажу действительно, ну разбил, отдай. Но если ты хочешь оказать ему милость, сказать, ну с кем не бывает, я окажу тебе милость, то ты должен быть готов к чему? Вытащить из своих и заплатить. Правда? И тогда ты оказываешь милость. Вот так оказывается милость. Мы должны это тоже понимать. Не просто она оказывается, она оказывается, кто-то платит цену. И мы должны быть милостивы к людям. Мы должны быть милостивы к окружающим нас. Не только к братьям, сестрам, к неверующим людям. Мы должны показывать эту милость. Мы должны учиться у нашего справедливого Бога платить цену и миловать других людей, которые причиняли нам боль, или которые по справедливости они должны получить воздаяние. Пусть Бог нас благословит. Почему нам не хочется миловать людей? Потому что нам не хочется жертвовать. Нам не хочется жертвовать своим я, своими амбициями. Нам не хочется жертвовать деньгами. Нам не хочется жертвовать... Представьте, такую сумму человек потерял. И потом говорит, ладно, я тебя прощаю. Я понимаю, что это... Я никогда их не получу больше. Я прощаю тебя. Мы не можем миловать именно по этой причине. Наше Я нам мешает. Но мы должны миловать. Вадим правильно сказал. Мы должны миловать. Миловать и помнить про Божью справедливость, которую Он оказал нам, отдав Своего Сына Иисуса, тем самым оказав нам, всем нам милость. Да благословит Господь.